Новый впечатляющий снимок Джеймса Уэбба позволил обнаружить косвенные признаки того, что комбинистые планеты могли образовываться в ранней Вселенной. Скопление NGC 346 находится в соседней с Млечным путем галактике Магеллановое Малое Облако в 200 тысяч световых лет от нас и привлекает внимание ученых некоторыми своими особенностями. Сама галактика интересна своей низкой металличностью, это означает, что в ней сравнительно мало элементов тяжелее водорода и гелия, что делает ее схожей с галактиками в ранней Вселенной. В таких условиях исследователи не рассчитывали обнаружить много межзвездной пыли, которая отвечает за формирование планетных систем. Пока они изучили регион NGC 346 с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Снимок, который вы видите, был сделан с помощью инструмента NIRCAM в ближнем инфракрасном диапазоне. И с его помощью удалось найти в этом скоплении обилие материала для образования звездных систем с планетами. В основном это молекулярный водород из частицы пыли. В облаках туманности находятся два вида водорода, обладающие высокой энергией с температурой до 10 тысяч градусов за Цельсию. И молекулярный с температурой минус 200 градусов по Цельсию и даже ниже. Более холодный газ обеспечивает прекрасную среду для формирования звезд. Попутно они изменяют окружающую среду, что можно заметить на снимке Уэбба в виде различных пузырей, извилистых границ облаков, столбов пыли и газа. Этот регион заинтересовал авторов исследования своей низкой металличностью и его химия совпадает с той, которая как предполагается была в ранней вселенной, в период называемой космическим полнем. Это время пиковой скорости образования звезд спустя 2 и 3 миллиарда лет после Большого взрыва. С вами была группа Антиплоская Земля и канал АстроОкеан.